Доброе утро! Сегодня я хочу поговорить о том, почему люди всё время находятся в стрессе, почему мы всё время чего-то боимся. Он меня предаст, я переживаю за детей, я переживаю, хорошая ли я мама, я переживаю, изменит ли. Почему мы всё время используем в своей речи слова «я в шоке, я в шоке, я такого просто не ожидала» или «не ожидал». Что происходит? Мы что, не знаем, в каком мире мы живём? Мы что, не знаем людей, которые находятся рядом с нами? Да, мы их не знаем. Мы не можем прогнозировать поступки людей, даже с которыми прожили год, два, десять лет. Даже спустя 20-30 лет мы можем сказать «я в шоке, я от него такого не ожидала». Да что там? Мы часто говорим «я в шоке, я от себя такого не ожидала». Мы вообще ничего не можем спрогнозировать. А что если я вам скажу, что есть психология, которая уже позволяет прогнозировать не только поведение какого-то чужого человека, если вы там познакомились онлайн, хотите пойти с ним на первое свидание и не знаете, маньяк он или здоровый мужчина, но и сможете узнать себя, кто вы есть, какой сотней талантов вы обладаете, в какой сфере вы можете себя ещё попробовать, и что вы можете сделать для себя, чтобы наконец-то почувствовать радость жизни? Такая психология уже существует. Можно сказать, что она похожа на типологию, просто потому, что это то, с чем мы столкнёмся в первый раз, потому что такой глубины нет ещё ни в одной психологии. И нам повезло, потому что открыл её гениальный человек на русском языке. Ни в одной стране мира она недоступна, только на русском. Это системно-векторная психология. Уже в годик, посмотрев на своего ребёнка, вы можете узнать все его таланты, можете дать ему тот самый индивидуальный подход, о котором все говорят, но о котором так мало ещё знают. Татьяна Черниговская говорит о том, что лучшее, что мы можем дать своему ребёнку, это любовь, а чтобы его любить, нужно его знать. Ребёнка надо любить. Вот простите за такую простую фразу. Что значит любить? Это не значит ему вовремя кашу подсунуть, хотя это тоже не вредно. Это значит попытаться понять, кто он такой. Из того, что мы их родители передали им наш геном, не следует, что мы знаем, кто это такой. Это я научные, кстати, вещи говорю, а не бытовые. Потому что многочисленные массовые исследования, скажем, близнецов, разделённых, неразделённых в разных семьях, в разных странах растущих, есть огромная информация. В одной и той же семье, при одних и тех же родителях, точно те же гены. Ну, понятно, там не совсем точно, но в общем виде точно. Рождаются дети вообще ничем друг на друга не похожи. Не только форма носа у них там разная, это как раз ерунда. А вообще другие. Один взрывной и сумасшедший, неизвестно куда его девать. А другой, наоборот, сидит в уголочке там и боится на люди выйти. Что это такое? Они их одинаково воспитывали. Я такая со своей сестрой. Мы абсолютно разные. Так этого сколько хочешь. А как вы можете узнать ребёнка в годик, в три годика, в четыре, если вы с мужем, со взрослым мужчином прожили 10 лет и говорите, «Я от него такого не ожидала», если вы с собой прожили 30 лет и говорите, «Я от себя такого не ожидала», что вы можете знать о маленьком таком ребёночке, хоть он и ваш? Благодаря системно-векторной психологии вы сможете узнать о нём всё. Вы сможете узнать режим сна именно вашего ребёнка. Вы можете узнать заболевания именно вашего ребёнка. Вы сможете узнать, подходит ли вашему ребёнку дисциплина. Какие последствия вместо наказания нужно использовать именно для вашего ребёнка, чтобы это было эффективно. Вы сможете узнать, как построить с вашим ребёнком такие отношения, чтобы ваш ребёнок слышал вас, Чтобы вы понимали, чего хочет ваш ребёнок, когда он капризничает, когда он устраивает истерики. Правильно поняв потребность своего ребёнка, в три года не будет никакого кризиса. У вашего ребёнка прекратятся истерики. Сможете быть уверены, что ваш ребёнок максимально развит именно в своём диапазоне. Вы сможете создать чудесные отношения с вашей второй половинкой. Почему? Потому что вы будете прогнозировать его, вы будете знать о нём всё. Что для него главное в браке? Его природное желание, чтобы женщина работала и была с ним на равных? Или его природное желание, чтобы женщина оставалась дома и была хранительницей очага? Вы узнаете, заботливый ли ваш муж от природы. Вы узнаете, есть ли у вашего мужа стремление зарабатывать всё больше, больше и больше денег. И что ради этого он готов на всё. Вы сможете узнать, приспособлен ли ваш муж для забивания гвоздей в доме. Или его психика устроена таким образом, что он хочет всё делегировать. И он лучше даст вам денег, чтобы вы организовали рабочего, который придёт и забьёт этот гвоздь. Вы сможете узнать, захочет ли ваш будущий супруг в будущем путешествовать вместе с вами. Или, может быть, даже сменить страну. Или он навсегда останется дома и будет целовать землю, когда вернётся с вами из Турции. И будет проклинать эти все путешествия и говорить, что лучше дома нет ничего. Придя всего лишь на первое свидание, вы сможете понять, насколько этот мужчина щедрый. Насколько он готов помогать вам с детьми в браке. Уже на первом свидании вы сможете это просто узнать. Почему? Потому что, определив вектор человека, вы отслеживаете всю цепочку развития по этому вектору. Нужно пройти всего восемь занятий, восемь векторов, чтобы понять, какими талантами обладает человек. От того, какими талантами он обладает, зависят все его предпочтения в жизни. Потому что человек всегда стремится реализовать свой талант, даже не замечая этого. Потому что зачастую мы просто не можем определить, что у нас есть, например, талант скорости. И мы можем делать несколько дел одновременно. А ещё к этому у нас очень быстрая память. Она короткая. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Такой человек просто не приспособлен сидеть дома. Такая девушка всегда будет хотеть работать. Такой мужчина всегда будет соревноваться. Талант скорости – это не только талант спортсмена, но и талант быстро принимать решения. Этот талант просто необходим в бизнесе. Без него всякие курсы по продвижению вашего бизнеса, по поднятию мотивации, по целеустремлению не имеют никакого смысла, если нет таланта скорости. И наоборот, когда есть талант усидчивости, люди могут часами, днями и ночами просто сидеть и что-то мастерить. Причём они могут это делать даже совершенно бесплатно. Вы знаете таких людей, которые готовы всю жизнь работать за то, чтобы ему просто сказали спасибо? В противовес тем, которые говорят спасибо, в карман не положишь. И в чём же разница? Вы приходите на первое свидание? Хотите ли вы знать, этот мужчина сможет заработать для вас денег? Сможет ли он обеспечить вас и ребёнка? Хотели бы вы на первом свидании понять, любит ли ваш мужчина обнимашки? Сможете ли вы в нежных мужских объятиях проводить вечера? Или он абсолютно равнодушен к объятиям и никогда не подойдёт, не обнимет вас, не посочувствует, если вы устали? А хотели бы вы узнать, какие мужчины склонны к изменам? А какие даже не помышляют об этом? Что движет мужчиной, который уже думает о другой, встречаясь с вами? В чём его нехватка? Ведь там точно такая же женщина. В чём именно потребность этого мужчины? И как сделать так, чтобы он смог реализовать свою эту потребность в зарабатывании денег и больше никогда не оглядывался назад, чтобы посмотреть на стройные ножки прошедшей девушки? Итак, существует психология, которая может ответить на все эти вопросы. И начинаем мы с кожного вектора.